Приветище! Это Субнатька Нежнуля, и сегодня мы наконец-то соберем все части Алана воедино. И сольются они, и выйдет существо. Существо-архитектор, так сказать. Плывем, как ты уже понял, в расщелину с кристаллами через базу Маргарет, потому что именно там находится медпункт архитекторов, который соберет все части Алана. Но, как мы с тобой понимаем, то, какими были архитекторы ранее, мы все равно не увидим, потому что более 25 организмов подходит для того, чтобы собрать их тело. Так что, что сейчас за чудо-юдо выйдет, я вообще без понятия. Пока я тут плавал, смотри, я нашел новый вид рыбки. Надо ее собрать, отсканировать, я не знаю, что это за рыбка такая интересная. Подожди, подожди, где ты, где ты, где ты, где ты? Ты не мог далеко уплыть, вот он. Кто ты такой? Взять Триглаза. А, это Триглазик. Триглаз. Ну, точно, такого мы еще не находили. Забавно, очень классно выглядит. Посажу тебя, пожалуй, в свой аквариум. Вот сюда, ты же влезть должен. Так, куча пингвинов. Блин, пингвина надо выкинуть. А Триглазика мы сейчас сюда закинем. Вот, пусть плавает. Вот он, мой забавненький Триглазик. А если кто-то не смотрел предыдущую серию, то рекомендую ее посмотреть, потому что в ней мы собрали все части Алана, то есть это были поиски долгие, и еще улучшили наш мореход. Добавили пару полезных модулей, не пару, а один модуль, и сделали погружение до тысячи метров в глубину, что очень полезло. А мы уже как раз подплываем кристаллическим разломом, биомом, локациям, кому как угодно. Они просто встречают нас своей красотой и своим фиолетовым сиянием. И, конечно же, конечно, где-то здесь теневой Левиафан, который охраняет всю эту красоту. Сейчас мы с ним снова повстречаемся, но надеюсь, что я проскочу. Я сейчас просто вниз вот тут уйду. Вот туда в глубину. А самое главное, мне нужно грамотно выбрать тоннель, который приведет нас к медпункту. На удивление, пока все тихо. Нет никаких криков и оров, что кто-то сюда вторгся. Пока плыву просто по интуиции. Карт же нет у нас. Чтобы включить карту, нужен глайдер. Кстати, можно это реализовать. Сейчас включаем глайдер вот так вот и смотрим. Смотри. Плывем, и пока все грамотно и правильно. Вон туда, и потом спустимся вниз. Ну, прям чудеса. Вообще ни одного теневого Левиафана. Еще пока даже никто кусь-кусь не сделал. Мы уже на глубине 650 метров. Куда нам лучше поплыть? Направо, налево? Глайдер, покажи нам. Так, мы можем вон туда поплыть, а можем в ту сторону сплавать. Вон там углубление есть. Ладно. Давай вон туда сплавим. Посмотрим, что слева. Если там углубление, в котором мы уже были, мы поплывем тогда направо. Вот, смотри. Вот это вот расщелина. По-моему, мы здесь не были. Я не помню, чтобы я такую расщелину проплывал. Не можем ли мы туда заплыть? Влезет ли наш мореход? Ать, черт, застряли. Не влезет, да, походу? А нет, вот так вот протиснулся. Отлично. Зеленые болотные воды здесь. Мне бы развернуться как-нибудь. Черт, здесь очень узко. Очень неудобно на мореходе. Че, неужели я застрял? Давай разворачиваемся. Походу, зря я сюда заплыл. Очень зря. Короче, здесь небольшое пространство. Тут, в принципе, ничего нет. Кроме огромной глыбы кианита. И все. Поэтому надо отсюда выбираться. Черт, прикинь, я застрял. Назад не едет, вперед не едет. Это капец. Так, ладно. Дай я посмотрю, что произошло. За что я зацепился. Да тут пространство вагон. Смотри, и слева, и справа. А, вот, аквариум вот тут вот. И вот тут вот, да. Немножечко подзалип я. Ну, сейчас решим эту проблему. Вот так вот его вниз. Аккуратненько, аккуратненько. Теперь, нет, наверх не получится. Надо наш мореходик немножечко подтолкнуть. Давай. Опачки. Я же его толкаю, правильно? Да, отлично. Ну и все, из каждой ситуации есть выход, как говорится. Даже если ты попал в узкую расщелину. Все, четко. Я уже слышу звуки темного левиафана. Он где-то рядышком. О, о, о. И теперь ты, наверное, услышал. Успеем вот сюда заплыть, спрятаться? Сюда-то он точно не доплывет. У него селеханек, не хватит сюда заплыть. А у меня хватит. Ха-ха-ха. Единственное, хватит ли у меня селенок отсюда? Блин, я застрял. Да, мне сюда тоже как бы нежелательно. Поэтому ладно. Че, куда, как. Кстати, очень много было комментариев, когда ты видишь левиафана. Просто выходи из кресла водительского и все, он тебя не тронет. Левиафанчик, я тебя вижу. У меня тут панорама. Значит, глайдер, показывай дорогу, куда нам плыть-то надо. Туда или туда. Нам нужно углубление. Пока что я не вижу ни одного. Нашел одно углубление. Но, по-моему, мы в нем были. Мы нашли там как раз-таки легкие Алана. Так, давай еще раз посмотрим карту. Ну-ка, покажи. Вот. Вот эту. Хотя... Хотя, вроде... Оно справа от нас находится. Надо попить. Попить свой пот. Отлично. Еще и есть захотел. Сейчас, подожди. Отключи фонарик. Надо приготовить. Приготовим мы сейчас, наверное, вот эти вот рыбки. У меня же больше еды-то нету, да? Нету. Сейчас приготовим. Спасибо. Победали. Вот она, где эта расщельня находится. Но, по-моему, я здесь не был. А может, и был. Потому что я плавал на глайдере. Сюда. А не на мореходе. Так. 689 глубина. Говорили, что если ты поплывешь к медпункту, то там цвет кристаллов изменится. Пока что я этого не вижу. И ничего ни в США не понятно. Ну да. Здесь мы были. Тут легкие Алана мы нашли. Мы выплыли с этой пещеры. Теперь. О, 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 о. Где ты, где ты, где ты, красавчик? Вон он плывет где. Мимо нас. Включаем карты и смотрим. Здесь тупик. Здесь тупик. Там мы заплывали с той стороны. Вон углубление есть. Черт. Кажется, мне нужно вон туда плыть. Смотри. Вон туда по расщелине. И куда-то в сторону уходить. Сейчас попробуем. Эта нечесть уплыла от нас. Смотри, смотри, смотри. Прямо на меня плывет. Прямо на меня. Ух, что сейчас будет. А ничего не будет. Реально, эта тема работает. То есть, когда я бегаю по кораблю, он не может меня схватить. Когда я управляю кораблем, мы являемся одной целой единицей. А когда я бегаю по кораблю, это две единицы. Соответственно, одна из единиц мешает схватить другую единицу. Все ясно. Это сложно, но все понятно и прекрасно. Короче, все оказалось рядышком. И очень близко. Вот сюда мы заплывали, чтобы найти легкие Аллана. Потом берем. От этого всего дела разворачиваемся на... Так, подожди. Задним ходом, задним ходом. Разворачиваемся на юг-восток. И плывем вон туда. И сейчас ты увидишь кристаллы совершенно иного цвета. Они огроменные. Похожи на огромную скалистую соль. Плывем, плывем. Включаем свет. Пугаем рыбок. И сейчас где-то здесь... Во-во-во! Ты видишь? Ты видишь уже? Вот. Мы... Считай, мы плыли где-то на восток. Даже на северо-восток. Между севером-востоком и востоком. Вот так вот мы сюда заплываем. И вот они, красные кристаллы. Вот они, красавчики. А это что такое? Что это за цветок? Интересный такой. Прям очень необычное место. А где мьюзик? Смотри, как он растет, интересно. Надо это отсканировать. Не показалось ли я кого-то услышал? Не, вроде тут тишина. Значит, достаем наш сканер. Пингвина можно выпустить. Пингвин, плыви. Гуляй. Затемник. Что за растение? Для чего оно нужно? Данное необычное яркое растение часто произрастает из выступов зеленых кристаллов, напоминающих нефрит. Но это не зеленые кристаллы. Наверное, это красный нефрит. Можно это отсканировать? Огромное образование кристаллов. Отсканем. Изучим. Так. Берила. Это красный берил. Чтобы эти кристаллы образовались, окружающая вода должна быть богата бериллием. Окружающая среда должна быть очень горячей, от 300 до 650 градусов по Цельсию. А на поверхности должны быть трещины или полости для появления отдельных образований. Все ясно, я уже возвращаюсь. Я уже возвращаюсь. КПК не ори. Все, все ок. Ну что ж, наконец-то. Мы уже у цели. Совсем чуть-чуть осталось. Наверное, я ничего перематывать не буду, обрезать ничего не буду. Мы проплывем эту длинную пещеру с тобой вместе. Говорят, что тут какое-то углубление практически на тысячу метров вниз. Так что хорошо, что мы качнули с тобой мореходика. А где музыка? Тут должна быть музыка еще. Может быть, еще каких-нибудь рыбок новеньких встретим? Тоже в аквариум засажу. По-моему, там кто-то плавает. А, ну, это теневой левиафан, естественно. Естественно. Еще один левий. А вот и музыка подошла. Что-то она немножечко задержалась. И что мы здесь имеем? Ну, давай, кусни меня один раз. Я ощущаю поблизости значительный комплекс. Не могу идентифицировать. Так, что-что-что произошло? Меня как будто грузиками обвесили, и я начал тонуть. Так, куда нам? Направо, налево? Наверное, вон туда. Там есть углубление какое-то. Леви плавает за нами. Вон, смотри. Да, хватит уже. Получай. Хватит за нами плавать. Не, а, конечно, ты можешь нас сопроводить. Но только не кусай. Не делай кусь-кусь. Вроде бы как мы в правильном направлении плывем. Так, вон, смотри. Вон, вход. Я вход вижу. Справа. Внизу. Кажется, нам сюда. Так, так, так. Черт. А что-то ударилось. Ну, хватит там уже рать. Мы же сюда сможем заплыть? Это типа стыковочная база или нет? Или тут уже кислородный барьер? Да, кислородный барьер. Ладно. Вылазим. Главное, чтобы нас не схомячили. Так. Знаешь, выплывет, как кусочек мяса. Наш персонаж его сразу схавает. Это будет очень обидно. Нет, вроде сюда никто не подходит. Е-е-е, кислород. Мы можем дышать. После того, как ты сделаешь из изготовителя каждый компонент, можно будет собрать их вместе. И потом мы сможем вытащить тебя из моей головы? Я жду этого так же, как и ты. Ух ты, интересно тут все. Пополните запас жидкости. Я еще есть хочу. Блин. Подожди, надо вернуться. Я уже у самой цели. Но надо вернуться и приготовить. Покушать и попить. Черт подери. Кстати, я, по-моему, еще не все компоненты взял. Вот в чем прикол. Так, так, так. Так, значит, хватаем покушать. Вот это можно съесть, чтобы место не занимало. Что-то не естся. А, подожди. Вот так вот сейчас это все съестся. Отлично. Пьем воды. Еще пьем воды. И кого-нибудь сейчас зажарим. Вот, например, вот эту вот рыбку. О! У меня 2-3 глазика теперь. Здорово. А здесь есть у нас вкусненькая рыбка? Есть. Вот эту, кстати, рыбку я еще не ел. Кольцевик. Хотя нет, вру, ел. Кушаем и проверяем, все ли компоненты у меня есть с собой. Так, ионный куб, икеанит, алмаз. Гелеобразные мешочки. Я их только что съел. Зачем я это сделал? Блин. Черт. Глупец. Ионный куб. Алмазы были. Вот, пожалуйста, 3 штуки. Мешочки. Ну, у меня их больше нет. Так, значит, у меня есть гениальнейшая идея. Благо, эти мешочки, они недалеко. Нужно всего лишь доплыть до базы Маргарет. Вернуться обратно. Поэтому я сделаю очень хитро. Так, кианит я взял, я все взял. Значит, что мне нужно? Вот это оставить, это оставить, это оставить. Два мешочка. Все. Я сейчас оставляю мореход здесь. Хотя можно даже не так сделать. Нет, давай так лучше оставим мореход. У нас же есть телепорт. И кабина телепорта. Значит, мы отсюда сейчас попробуем выплыть. Так, чтобы нас никто не съел. Но если нас сожрут, то это будет печальная печаль. Я потеряю все ресурсы. Абсолютно все. Я буду плыть очень аккуратно. И так, чтобы меня не схомячили. Включаем карту. Вон этот здоровячок. Черт, нам нужно плыть совсем в другую сторону. Ух, блин. Не-не-не, дружище, ты меня не схаваешь. Не схаваешь. Где он? Ты его видишь? А-а-а! Хо-хо-хо-хо-хо-хо! Как очково! Капец, как стрёмно. Так, я уплываю от тебя. Ты видишь его? Нет, я пока не... Это что? Это хвост? О, тихо, не паникуем. Блин, я чуть не пересрался. Три с четыре кирпича чуть не надел. Вон он плывет. А я плыву по стеночке. Вот сюда, вот в расщелину. Давай, 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 давай. Он меня тут не схватит. Он слишком жирный. Фу, уход жизни мне экстрима-то не хватает, а? У меня сейчас такое потоотделение. У меня сейчас три цистерны воды там будет в кармане. И еще шоколадные батончики в придачу. Все отлично. Вот сделал же я себе геморрой на свою голову, а? Он нас не винит, и хорошо. Все. Фух. Опасность миновала. Теперь со спокойной душой мы плывем дальше. Ой, мы на глубине 862 километра. Ой, километра. Ха-ха-ха, нифига себе, загнул. В космос подводный улетел. 850 метров. Сейчас мы всплывем. У меня есть с собой баллон на всякий пожарный. Надеюсь, его хватит. Если его не хватит, то мы сейчас сдохнем. Придется телепортироваться. Гилевые мешочки, блин. Зачем я их съел? Все, мы выплыли из красно-кристаллического биома. Я думаю, что мы сейчас заплывем еще на базу, где легкие Алана, чтобы пополнить кислород. К тому же, через этот туннель мы как раз можем срезать путь. Ой, ой, ой. Ну, хватит тебе. Сейчас я пополню кислород. У нас осталось совсем чуть-чуть кислорода. И я вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. Я уже почти зашел. Зашел. И... А есть. Отлично. Пополняем кислород. Наконец-то мы вышли из кристаллического биома. Он позади. Кислород у нас 30 секунд. До окончания его. Вот. Дом Маргареты тут должен быть. Можно тоже пополнить запасы кислорода. Но я думаю, что я просто сделаю вот так вот. Эй, 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 меняйся. Черт, он не меняется. Почему он не меняется? Какого... Какого... Лешего происходит вообще? Кислород, кислород. Как так? Маргарет, Маргарет, Маргарет. Мне нужен твой дом. Почему кислородный баллон не меняется? Хорошо, что тут рядышком дом, Маргарет. Черт возьми. Какого, Лешего? Че? Че за подстава? Я на тебя рассчитывал баллон. Почему он не менялся? Стоит, залезь наоборот. Да что происходит? Да. Так, подожди, давай еще разок. Смотри, нет значка смены. Он не меняется. Он просто не меняется. А, не меняется, потому что у меня все заби... Хотя, подожди, если смена, то... Так какого? Ну, понятно, места, короче, нет. Вот если я сейчас водичку выпью... Вот! Вот, все из-за воды было. Я чуть из-за воды не сдох. Чертова вода. Все, ладно, погнали. Let's go. Ищем быстренько гелеобразные эти мешочки и телепортируемся. Вот один. Шикарно. И еще один нам нужен. Хватаем. И последненький. Ну, давай, родненький, миленький. Давай, по-быстренькому тебя сейчас найдем и все. Все, нашел, нашел. Целых два. Целых два. Но мне нужен всего один. Забираем. Теперь телепорт. Как же круто, что я сделал этот телепорт. Без него было бы вообще жопа полная. Телепортируемся. И мы на месте. Все. Я наевшийся, надеюсь. Я наевшийся. Но, блин, надо покушать все равно. Надо быстренько собирать Алана и чесать отсюда. Так, заплываем. Фух, какие звуки стрёмные. Вырубаем. Убираем. Я снова здесь. А это телепорт, нет? Вот это вот что такое? А, не, это какая-то фигня. Сосуд. Сосуд похож. Че, че, че? Я застрял, что ли? Капец. О, как интересно. Я туда могу зайти? Ничего себе. Вот это у них лаборатория. Вот это медпункт. Очень. Ой, куда я упал? Че это? Можно подняться? Можно. Слава богу, можно. А то была бы подстава серьезная, конечно. Если бы я упал куда-то вниз, я не смог бы подняться. Я уже вот-вот, рядышком, рядышком. И пора уже собирать. Вначале нам нужно изготовить все части тела и органы. Так. А как это сделать? А, вот смотри, использовать изготовитель. Создать. Итак, Аллан, ты сказал, что твои люди прибыли сюда в поисках лекарства. Я был исследователем. Ты был ученым, как и я? Мой народ относился к моему научному вкладу с особым интересом. Как и я, говорю же. Если это твоя интерпретация. Так как же твой ценный научный ум оказался зараженным? Не мой ум, мое тело. Возможно, тебе следует построить следующий компонент. Бежим к следующему компоненту. Это у нас будет ткани. Так ты прибыл сюда, чтобы найти лекарства? Я руководил миссией. Значит, бактерия выбралась из-под твоего присмотра. Данная тема мне неудобна. Если ты хочешь узнать больше, я должен попросить тебя построить последний компонент. Это что такое? А, это ткань, ткань. Что? Что я делаю? Конечно же ткань. Написано же было, что я ткань изготавливаю. Интересно, какая ткань. На броню, походу. И последний компонент, это у нас легкие органы архитектора. Это последняя часть. Скоро я смогу стану автономным. Что ты будешь делать со своей новообретенной свободой? Я хочу вернуться домой и загладить свое вино. Вино? Из-за бактерий? Кажется, что ты много чего мне не рассказываешь. Мне тяжело найти слово. Мне нужно собраться с мыслями. У нас есть все необходимые компоненты. Ты можешь начать процесс изготовления тела с этого терминала. Ты все еще должен мне объяснение. Я понимаю. Ну ладно, Аллан. Настало твое время. Выходи из моих мозгов. Завтра изготовление архитектора. Распространение бактерий было несчастным случаем. Я полагал, что мое решение абсолютно надежно. Я ошибался. Ты вызвал несчастный случай? Да. Я не хочу об этом говорить. Можем вернуться к этому позже. Нифига себе. Так это кентавр какой-то. Вау. Вау, вау, вау. Начать передачу. Нифига себе. Кентавр-рыцарь. Круто. И у него даже хвостик есть. Давай сканем. Что ты делаешь? Исследую. Око за око. Ты зондировал мой разум. Я просканировала твое тело. Давай почитаем, что-то написано. Тело архитектора. Готовый физиологический носитель архитектора. Представляет собой гибрид биотехнологий и кибернетики, включающий элементы конструкции из более чем 20 источников ДНК. Кожа. Внешний слой ткани имеет консистенцию кожи. Ткань переплетена с каналами заметно светящейся энергии, питаемой внутренним биотехнологическим сердцем пришельца. Роботизированные руки. У Алана шесть шарнирных рук, которые подвешены вокруг его тела с помощью магнитной левитации. Нифига себе. То есть у нас в костях есть хрящи, которые скрепляют кости, допустим, нашего плеча и руки, а у него при помощи магнитов, прикинь, и левитации. Эти руки содержат независимые, высокоскоростные вычислительные системы и способны выполнять задачи самостоятельно. Конечности. Органические руки считаются вторичными по сравнению с неорганическими роботизированными руками. Они используются для повседневных задач, не требующих большого количества мелкой моторики. Нижняя половина рук покрыта биокомпозитным покрытием. Покрытие может служить своего рода броней. Похоже, что под ней находятся скрытые накопления энергии, подобные конденсаторам. Подвижность. Копытные ноги напоминают несколько видов горных козлов. Копыта покрыты микроскопическими крючками, которые помогают исследовать пересеченную и неровную местность. Передние и задние конечности странным образом расположены близко к друг другу, что объясняет, почему ходьба может быть востребованным способом передвижения для этой формы архитектора. Телепортации, и они и ей тоже обладают. Это тело архитектора способно телепортироваться или прыгать на короткие расстояния. Этот метод, вероятно, является уменьшенной версией телепортационных врат. Но методология не совсем понятна. Вероятнее всего, тело архитектора способно обеспечить огромное количество энергии, необходимой для такой работы. Похоже, что совпадающие фрагменты ДНК получены из следующих источников. Хромовый вепрь с Калтвейл Прайм. А, Калтвейл Прайм, это планета так называется, все до меня дошло. Инвазивный вид, известный своей чрезвычайно жесткой кожей, из-за которых их трудно уничтожить. Пласти змей с Апостикара, еще одна планета. У этой змеи очень эластичная кожа, предотвращает разрыв и позволяет ей сжиматься в небольшие пространства. Электроугарь, слитона. Создает электрически заряженную слизь по всей длине тела. Астральные скаты. Луны Мордона-14. У этих скатов есть маленькие органы, которые вырабатывают и накапливают электричество. Также присутствуют признаки, по крайней мере, дюжины других биологических видов, но в настоящее время не распознаются. То есть ты представляешь? Более 20 видов замешаны в теле Алана. Они собрали с нескольких планет самые лучшие части тел, и органов, и тканей. Ну что ж, пришло время переноситься, Алан. Давай делать это. Начинается передача данных. Без каких-либо компьютеров? Просто так? Получилось? Мы... Он живой! Я создал нечто! Это мой Фрэнкенштейн! Я уже очень давно не мог потянуться в стольких измерениях. Это словно пробудиться до сна. Кстати, вот, видишь, четыре руки, даже шесть рук, которые летают вокруг него, они вот на магнитах держатся. Ты правда больше не в моей голове? Кое-что осталось. Хочешь, я также удалю твои воспоминания обо мне? Шутишь? Ни за что. Ты еще не закончил свою историю. Я сказал тебе, что должен вернуться домой. Оценить. Починить. Загладить вину. Расскажи мне больше. Когда бактерия вырвалась, это была моя вина. Я не подчинился директиве моей сети. О, нет. Мы заметили, что молодняк одного из видов левиафанов вырабатывает фераменты, эффективный против бактерий. Я думал, что поместив яйца морского дракона в инкубатор, мы ускорим их вылупление. Я не ошибался. Но? Оказалось, что родительские особи морских драконов сильнее и упрямее, чем мог вынести наш комплекс. И бактерия вырвалась и заразила все. Что? Сколько из вас пережило эпидемию там, дома? Они все еще ждут, пока кто-нибудь принесет им лекарства? Я не знаю. Я могу помочь? Тебя не заботит факт, что я утаил эту информацию? Это была бессовестная манипуляция. Но я сама наделала кучу ошибок, так что я все еще желаю помочь. Я принимаю твою помощь. Найди меня у врат, когда будешь готова. Тем временем мне нужно подготовиться. Так, врата у нас занесены в КПК. Вон они. До них 1879 метров. Эх, снова на поверхность плыть. Надо было сделать еще один телепортационный модуль и просто телепортироваться вон туда, на поверхность, где Гайдзю нас ждет дома. Как ты мог заметить, Аллан у нас выглядит вот так вот. Еще раз давай на него посмотрим. Могу что-то тут поговорить с Алланом. Пожалуйста. Я присоединюсь к тебе на базе врат, когда все будет готово. Но сейчас мне нужно многое подготовить. Окей, Аллан, хорошо. Погнали к вратам. Аллан, увидимся с тобой там. Надеюсь, ты придешь и не кинешь меня. Мореходик, чернышок. Как ты тут с левиафанами борешься? Все, пора домой. Ой, мы нашли все, что хотели. И получили тоже. Ой-ой-ой, левиафан орет, он где-то за нами. А мы удираем. Получай. А мы удираем. Нам вон туда надо. Ну что ж, на сегодня это все. Если тебе понравилось, то не забудь поставить лайк и подписаться, если ты еще не подписан, чтобы увидеть финал Субнатики Белого Зера. Ну а я с тобой прощаюсь. Пока. Увидимся в следующем ролике. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok